Мы собираемся захватить Ижа Роджберг. Ижа Роджберг собирались выкупить Булл Старс. Или же Крис успела уволиться из Ижа Роджберг и переметнуться в Булл Старс. Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить экономику на краю мира. Третий и последний эпизод. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! Газаница невесело рассмеялся, а затем вновь встал серьезным и продолжил. Я слышал, что вы были близки. Пусть даже она не будет решать цену перекупки. Но она точно сыграет не последнюю роль. Теперь, когда уже столько сказано, уверен, ты понимаешь, почему здесь нет... Ты понимаешь, почему здесь нет представителей Булл Старс? Он был прав. В кабинете присутствовали только Газаница, Сатья и Уоллес. Таким образом, о чем бы мы ни говорили, эти слова не покинут пределов кабинета. Поэтому все было ради этой причины. Вы хотите, чтобы я переговорил с Крис? Чтобы достичь более благоприятной сделки? Оценки? Проще говоря, да! Не может быть. Транзакция всегда должна быть честной. Прибыль должна быть результатом рисков. В конце концов, то, что Булл Старс оказались в трудном положении, это с последствиями их собственных действий. Однако, этот факт не имел никакого отношения. Когда дело доходило до математики, то толку от меня было мало. Значит, они хотели, чтобы я попросил у нее снисходительного отношения только потому, что мы были близки. Но было ли это верным решением для инвестора? Я понимаю, что просить тебя сделать это отчасти неуважительно, мрачно сказал Газаница. Однако, утечка капитала Булл Старс ускоряется. Все дошло до того, что они не уверены, смогут ли продержаться следующие 48 часов. 40 — это значит, что они не смогут продержаться до конца недели? Да. Я, как президент лунной поверхности, должен принимать лучшее решение, дабы утвердить их безопасность. Я не могу позволить Булл Старс обанкротиться. Миллиарды молсов прекратят свою циркуляцию. Конечно, я собираюсь прийти к справедливому компромиссу вместе с Булл Старс. Однако, если все пойдет не по плану, мне придется прибегнуть к несанкционированным методам. Кто-то должен им сказать, что 4-молса за штуку лишь ускорит крах лунной поверхности. Я хочу, чтобы этим человеком стал-то... Газаница завершил свой ответ фирменным красноречием. Значит, в целом я был избран для защиты интересов общества только потому, что я больше остальных мог подействовать на Крис. Мне вдруг подумалось, что я использовал ту же самую стратегию на Марка. Когда только начал вкладываться в протекцию. Полагаю, правду говорят. Как аукнется, так и откликнется. Мои родители назвали бы это кармой. Однако, отказ не был вариантом. А так как я это знал, то просто не мог притворяться. А с этим я понял, почему Воллес упорно молчал. Все потому, что даже это может обернуться для нас прибылью. Понял. О! Ты это сделаешь?! Пока Газаница крепко сжимал мою руку в своей, я взглянул на Воллеса, который, казалось, винил себя. Многие финансовые институты, начиная с Булстерс, начали удерживать выплаты по протекциям. Так как состояние рынка будет продолжать ухудшаться, то это значит, что в его кармане окажется еще больше денег. Однако, если те, кто должен был выплатить ему эти деньги и обанкротятся, то он потеряет все. Таким образом, у него была причина стремиться помочь им изо всех сил. Кроме того, если же Роджберг привнесет несколько изменений в их оценочную модель, то это, вероятно, поможет и другим финансовым инст... финансовым институтам. А? Воллес буквально выплюнул ответ на мой вопрос. Объявление о финансовых результатах уже не за горами. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, компании страшатся стать следующим Булстерс, объявим в плохие результаты. Если бы у них было хоть небольшое право на ошибку, они бы с удовольствием приняли его. Если же Роджберг купит Булстерс по высокой цене, то в теории оценочные модели имели более высокие значения, чем в реальности. К тому же это следовало... Это сделало бы правительство законным посредником, и другие компании, вероятно, ухватились бы за эту возможность, оценив их акции много выше. Конечно, все должно вернуться к разумной цене. Как только рынок придет в порядок, но сейчас... Все происходит слишком быстро. Вместо того, чтобы мыслить шире, Газаница склонялся к прагматизму, и на его лице отразилась боль. Ситуация точно была не из приятных. Для Волеса, который заработал огромные деньги, разоблачая компании, манипулировавшие своими счетами или пытавшиеся скрыть свои проступки, принять это было трудно, а для Сати, жившей в мире закона, эта тема точно была не из веселых. Я же проделал весь этот путь, одолев Авалон, когда дело доходило до биржевого рынка... Одолев Авалон. Когда дело доходило до биржевого рынка, я всегда хотел вести дело добросовестно. Однако, если мы предоставим процесс механизму рынка, тогда перекупка закончится неудачей. Болл Старс будет приговорен к банкротству, а рынок, скорее всего, впадет в хаос. Если бы только времени было побольше, то все бы, возможно, разрешалось самостоятельно. Однако у Болл Старс вдруг случился сердечный приступ. Времени просто не было. Я понимаю. И вот так я перешел Рубикон. Так когда мне стоит начать переговоры с Крис? Газаница и Сатья облегченно выдохнули. И Газаница ответил. Чем раньше, тем лучше. Понял. Коротко ответил я. Я позвонил Крис на личный номер. Она ответила после четвертого гудка. Это ты, Крис? Ну, а кто же еще мог ответить? Она находилась в более хорошем расположении духа, чем я ожидал. Но из следующих слов стало понятно, что она знала, что это совсем не дружеский звонок. А ты оказался быстрее, чем я ожидала. Уверен, ты знаешь почему. Я узнал о затруднительном положении Буллстерс от кое-кого с межбанкового банковского рынка. Знаешь о нем? По названию, да. Это место, где крупные финансовые институты одалживают друг друга рабочие фонды, да? Это место, имеющее дело с заемом и одалживанием особых фондов на один день. Сотни миллионов или миллиардов Муллсов иногда даже без залога. Кажется, они все еще не привыкли пользоваться интернатом. Они совершают все сделки по телефону. Люди, стоящие во главе, ведут дела по телефону, а именно людей, желающих занять или одолжить деньги, записываются на доску. По крайней мере, мне так рассказывали. А затем контракт заключается путем обработки компаний, чьи условия совпадают и они стирают их имена. Что ты имеешь в виду? Крис мягко ответила на мой вопрос. Имя Булл Старс туда вписали первым делом этим утром. И оно оставалось там на протяжении всего дня, насколько мне известно. Они не могут даже сделать заем на день. Но жестокость заключалась в том, что стоит кому-то оказаться в такой ситуации, как она будет только ухудшаться, и никто даже не захочет с тобой разговаривать. Кажется, обратный отсчет пошел. Деньги продолжают утекать из фонда Булл Старс, и они не получают прибыль. Счет, который они используют для обработки платежей, находится в Ижа Роджберг, нашей компании, к слову. Весьма очевидно, но даже инвестиционные банки должны открыть где-то счет. Куда будет поступать их прибыль и финансирование. И кто-то должен заботиться о ежедневных платежных операциях, таких как зарплаты и расходы. Пусть даже эта услуга будет предоставлена конкурентам, этот мер настолько мал, что если ты ей не воспользуешься, то не сможешь вести бизнес. Кроме того, я мог понять, почему Ижа Роджберг объявили о своем желании купить Булл Старс. Скорее всего, дело в том, что они на первых парах хаоса... ...поняли, что проблема Булл Старс произрастала из кризиса ликвидности. Тогда все намного проще. Где мы... мы можем где-нибудь встретиться? Конечно, это сложно было назвать методом убеждения, основанным на одном лишь прочном основании и логическом рассуждении. Это нужно было делать лицом к лицу. Но ответ Крис на мой вопрос... ...запрос стал для меня неожиданностью. Я не против, но могу я выбрать место? Есть какое-то кафе на примете? Церковь Лизы. Ее слова застали меня врасплох. Там нас не потревожат, и там ты не сможешь соврать, верно? Кажется, я уже говорил Крис нечто подобное. Я вздохнул, прежде чем ответить. Понял, поговорим там. Я смогу приехать через два часа? И с этими словами звонок завершился. В церковь? Я начал подозревать, что она испытывает мою совесть. Я засомневался, стоит ли звонить Лизе, но в итоге отправился в церковь без предупреждения. Если она была в церкви, то все в порядке. Если она разговаривала с Хаганой, то я не хотел их беспокоить. Я знал, где она спрятала... ...где она прятала запасной ключ, поэтому проблемы не было. Едва эта мысль возникла у меня в голове, я заметил, что в коридоре горел свет. А дверь уже открыта. Приоткрыв дверь, я увидел гостиную, расположившуюся за безмолвным коридором, куда проникал только свет. Крис? Позвал я, однако не получил ответа. Так как дверь, ведущая в саму церковь, была приоткрыта, я решил пойти туда. Сквозь окно пробивался свет. Толкнув дверь, я зашел внутрь и, наконец, увидел Крис. Добрый вечер. Она сидела на скамье. Говорила она непринужденно. Сейчас она не была в настроении соперничать, расслабившись настолько, что казалось, словно она была уверена в том, что обсуждения просто не могло быть. Вот почему она держалась так свободно. Быстро ты? Да, я воспользовалась машиной компании. Я смотрелся по сторонам, прежде чем заговорить. Стоит ли мне осмотреться на наличие скрытых микрофонов? Я бы никогда так не поступила! Хмыкнула Крис, триатрально надув в щеки. Но, выдохнув, она смущенно улыбнулась. Но я и сама много раз переживала об этом. Все же мои слова это всего лишь слова чужака. Нет, я имею ввиду, что они могли бы использовать микрофоны, чтобы записать мои слова, а в качестве предупреждения, они бы запретили тебе добиваться моего соглашения. Я взглянул на Крис. Это очевидно, но то, что я поставил слова Крис под сомнением, значило, что ей придется иметь дело с давлением со стороны компании. Прости. Да все в порядке, ответила она с улыбкой. Я тяжело вздохнул, прежде чем сесть на скамью, поравнявшись с Крис, но при этом сохраняя дистанцию. Лишь когда я заметил, что возле Крис лежал небольшой бумажный пакет... Что это? Хочешь узнать? Едва услышав ее луковой вопрос, я почувствовал смущение. Но Крис лишь усмехнулась, прежде чем показать мне содержимое пакета. Вот твоя доля. Крис вынула небольшую бутылку пива. Ого! Значит, трезвая ты поговорить не можешь? Я-то думала, что-то у тебя будут проблемы, так что... Она меня раскусила. Казалось, вся эта ситуация веселила Крис, пока она открывала ее бутылку открывашкой. Также появившейся из пакета. Пока я открывал бутылку, в голове промелькнула мысль, что она берет инициативу на себя. Ого! Ты хотел поговорить о цене, да? Если у тебя есть тема для разговора получше, то предлагай. Глоть. Крис сделала приличный глоток, слегка рыгнул. Видя, с каким отсутствующим выражением лица она держит бутылку, можно было подумать, что она пьет обычный лимонад, а не алкоголь. Однако женщина, сидящая возле меня, была несомненно талантлива. Та, кто достиг невероятных высот в самом влиятельном банке лунной поверхности. Ижа Роджберг. Чтоб ты знал, мое слово не станет последним в вопросе решения цены. И я это понимаю. Но... Крис отхлебнула пиво, закрыв глаза, словно она пыталась прислушаться к музыке. А затем, позволив губам растянуться, в улыбке продолжила. И я была той, кто назначил цену в четыре молса. Ты что, используешь ту же стратегию, что и на базарах? Техника ведения переговоров, когда ты намеренно завышаешь или занижаешь цену, постепенно приближая ее к желаемой. Такую технику обычно можно увидеть в фильмах. Представьте себе базар с огромным количеством овощей, аккуратно выложенных на лотках. Ну, есть немного, но... Значит, твой истинный мотив-секрет в другом месте. Да. Ответила Крис, глядя на меня. И знаешь, что я расскажу тебе... И знаешь, я расскажу тебе, потому что доверяю. У нее были глаза хладнокровного торговца, который мог извлекать прибыль из чисел танцующих на ее экране, как по волшебству. Мы собираемся захватить Ижа Роджберг. Ижа Роджберг собирались выкупить Булл Старс. Или же Крис успела уволиться из Ижа Роджберг и переметнуться в Булл Старс. Крис усмехнулась, глядя на мое ошеломленное выражение лица. Затем она вздохнула, остримивая взгляд в глубину церкви. Захватить Ижа Роджберг при помощи нашей команды. Крис оторвала взгляд от алтаря и вновь взглянула на меня. Сейчас она выглядела дерзко, вызывающе и совершенно неверно. Центральная фигура лунной поверхности тот, кого зовут большим боссом. Легендарный банкир, который построил самый влиятельный банк всего за одно поколение. Ижа Роджберг. Знаешь, где он сейчас вместе со своими приспешниками? Исходя из того, как она это спросила, я мог угадать. Орбитальный лифт? Верно. В конце концов, он уже далеко не молод. Как только медицинский отчет увидел свет, он покинул лунную поверхность. И сейчас многие руководители используют это оправдание, чтобы сбежать. В конце концов, если бы они остались на лунной поверхности, им бы пришлось взять на себя ответственность за весь этот хаос, начавшийся из-за краха рынка недвижимости. Вот почему все больше и больше людей бегут прочь. По этой же причине, вице-президент Булл Старс и вскрыл карты. Она права. В критический момент, когда его собственная компания могла рухнуть, или же быть куплена кем-то другим, директор не показывал лица. Он просто физически не мог показать себя. А все потому, что он сбежал с лунной поверхности, как только отчет вышел в свет. На лунной поверхности остались лишь те, у кого есть и незаконченные дела. И те, кто считает, что продолжать жить здесь, имеют смысл. А что насчет тебя? Хрис пожала плечами, а затем рассмеялась, словно смутившись. Думаешь, я смогу сколотить себе такую же карьеру в другом месте? Она же напыщенно заявила, что ее филиал, несомненно, является самым прибыльным в мире. Полагаю, на данный момент в этих словах была истина. Кроме того, я кардинально изменила политику как раз перед тем, как рынок сменил направление. Даже столкнувшись с сильным сопротивлением. Точно, ты же говорила, что перераспределила должности. Ужасно было оставлять тех, кто приносил прибыль, и полностью менять направление. Значит, другая сторона, запрыгнувшая в последний вагон... Хм-хм. Значит, этот огромный заказ на покупку был твоим, Халл. У всех прям-таки глаза из орбит повылазили, когда они это увидели. Впрочем, ты и сам можешь догадаться. Они стали задаваться вопросом, не сошел ли ты с ума. Ну, это было так круто! Пусть даже мы проявили невиданную щедрость, предложив 20% увеличение. Кто-то переманил тебя на другую сторону, предложив 30%. И ты не остановился на достигнутом. После ты буквально скупил всю доступную протекцию, использовав невероятную сумму денег, да? Можешь себе представить, как тяжело было собрать остатки? Собирать остатки. Просто у меня на пути никто не стоял. Врешь, мы узнали о банкротстве New Age Development из сводок, но ты знал об этом задолго до нас. И ты сделал свою последнюю ставку. Ты дошел туда на своих двоих, чтобы лично в этом убедиться. Ради Авалона мне пришлось отправиться на другую сторону Луны. Так что это мелочи. Услышав мои слова, Крис счастливо улыбнулась. А что было дальше, мы узнаем уже в следующий раз. А что ж, на этом сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok